Приветствую вас. Ваш вопрос, он уже содержит, скажем так, логические несостыковки, потому что непривлекательность человека, да, она определяется вообще очень субъективно. То есть девушка, девушка, она саму привлекательность воспринимает не так, как вы можете воспринимать эту непривлекательность. То есть если вы парень, если вы считаете себя непривлекательным, да, в чем-то, то это совсем не значит, что девушка с вами не познакомится, потому что она увидит вас, скажем так, привлекательность, ну, в чем-то другом, в том, о чем вы и подумать вообще, в принципе, даже не могли. Понимаете, какая история. И поэтому ориентироваться на привлекательность, чтобы ориентироваться на привлекательность, ну, я бы здесь не стал, не стал, я бы здесь не стал. Просто потому, что это очень субъективно. То есть по факту это вообще, это просто дело, кстати, дело вкуса. Не больше, не меньше. И вам нужно понять, да, что любой человек, любой человек, он в чем-то будет непривлекательным. Всегда. Да, это аксиома. По-другому быть, он вообще не может. И поскольку, поскольку человек всегда будет чем-то, в чем-то непривлекательным, да, то есть у него будет, грубо говоря, слабые места, там у него будет, там, какие-то дискекты, да, какая-то несовершенность, несовершенность, точнее, вот, которая, там, ну, может быть, у любого, в принципе, из нас, то вам нужно вырабатывать адекватное отношение, отношение к, а, своей несовершенностью в чем-то, ну, то есть просто адекватное, адекватное отношение к этому нужно вырабатывать. Вот, это первое. И второе, активно развивать свои сильные стороны, которые у вас есть, ну, безусловно есть. Это вот то, что вам нужно сделать. Как минимум, вообще, в любом случае просто. Потому что по-другому никак. Смотрит его по-другому, по-другому, ну, не получится. По-другому невозможно. Вот. Если вы будете развивать свои, значит, сильные стороны, вот, то даже не привлекательны, ваша в чем-то объективная, да, она не будет фатальной. Вот, да. Яркий пример, вот, можете, можете посмотреть в интернете. Яркий пример, это Черчилль. Черчилль. Просто вбейте в поиск Черчилль или посмотрите. Черчилль был очень непривлекательным, неприятным внешне мужчиной, но при этом все женщины были от него в восторге. Потому что он привлекал не тем, что объективно, ну, не тем, чем объективно мог или должен привлекать мужчина. Вот. А Черчилль, он привлекал чем-то своим. Уникальным. Понимается, да? О чем идет речь. И это очень важно. На самом деле. Чтобы вы вот эту вот свою привлекательность, да. Чтобы вы ее видели, чтобы вы ее замечали, чтобы вы умели ей пользоваться. Этой привлекательностью своей, которая у вас есть, безусловно. Вот. Да. Ну и плюс к этому адекватное отношение к объективным своим недостаткам. Вот. Тоже необходимо вырабатывать. Вот. Плюс повышение самооценки, собственной значимости и определение того, для чего вам, зачем вам, скажем так, девушка. То есть, ну, вообще, вот, зачем она вам нужна? Почему для вас, грубо говоря, так вот важно познакомиться с девушкой? Причем, чтобы она с вами познакомилась познакомилась, да. То есть, не вы, да. А чтобы это была именно она. Вот. Для чего вам это нужно? Зачем? То есть, какие, какие желания вы ставите в главу угла этой истории? Вот. Это тоже очень важный момент. На самом деле. Потому что, ну, как бы, по-другому не получится. Вот. То есть, только, так сказать, консолидирование, консолидация всех этих аспектов, вот, которые я озвучил, вот, может привести к тому, что вам будет легче и проще. Вот. Немножко обращает на себя внимание постановку вопроса, согласно которой вы говорите о том, что девушка с вами знакомится, а не вы с ней. Вот. То есть, я не считаю, что мужчина должен обязательно знакомиться, но если так случилось, что вам она понравилась, да, какая-то девушка, то нет ничего плохого в доме, если вы с ней познакомитесь сами. Вот. То есть, не будете, опять же, ждать ее. Вот. И да, 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 объективно, объективно, вы можете показаться ей поначалу непривлекательным, это безусловно так, но, если вы будете активно раскрывать именно свои позитивные стороны, если вы будете раскрывать объективно свои сильные стороны, вот, то я полагаю, что ситуация, она здесь будет только вам на пользу. Вот. То есть, вполне возможно, что потребуется некая коррекционная работа в отношении вас. Вот. Скорее всего, чтобы, ну, чтобы не было вот у вас такого, да, что вы думаете, что вы там не привлекательные, да, то есть, вот эти комплексы, которые у вас есть, они, они, конечно, нуждаются в корректировке этого, безусловно, вот, но уже сейчас вы можете делать, вы можете делать вот то, о чем я говорю. Вот. В идеале, в идеале, вы просто ищите свой вид деятельности, вот, в идеале, вы просто, ну, как бы, смотрите, что для вас вообще интересно, что для вас вообще важно, что для вас вообще ценно, да, и просто занимайтесь делом, которое вас раскрывало бы, вот, раскрывало бы ваш потенциал, ваши возможности, вот. И, соответственно, соответственно, да, соответственно, можно, тогда будет уже не переживать по поводу того, что с вами что-то не так, можно не переживать будет по поводу того, что вы не привлекательны, вы просто будете заниматься тем, что вам интересно, тем, что для вас важно. Вот это все. На этом, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Ну, а если что, помочь мы всегда рады, будем это сделать. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...